всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я сегодня утром вот встала и устала знаете так не везде не по всей иллюстрации а вот прям вот так вот столбиками раскрашивать заполнять то что не заполнено ну и вот уже столько получилось ну сейчас я отложу это дело оставлю на потом покажу что я вчера на ночь начала раскрашивать я просто сняла я влог потом за кадром продолжила раскрашивать сейчас минутку иллюстрацию в ханне карлсон и потом еще взяла доделывать в кровать ее и поскольку у меня там были с собой карандаши которыми я красила волосы я решила но что по раскрашиваю я допустим здесь правда это не факт что я покажу в раскрашенным за месяц хотя скорее всего наверное покажу то что я не люблю бросать незаконченными работы но тем не менее это так получилось вне плана просто думаю что время терять я как бы сейчас слава богу быстро засыпаю но я ток тока легла и как-то там доделала и в общем хотелось просто поваляться чем-то раскрашивать ну и сейчас на ток подправить потому что и наверное здесь придется пройтись блендером потому что честно лежа я красить не люблю мне это совсем неудобно но и потом недолго думая я решила раз что листочки здесь тоже будут вот такими в таком цвете как-то так идея продумалась хоть я и не люблю раскрашивать там лица ну собственно лицо я еще и не красила я решила что ладно понятно что это уже не по порядку но я для себя как ты не ставила условия что буду прям таки по порядку по возможности да ну и потом должно еще быть разнообразие потому что я раскрашиваю не только в одной раскрасках анны да и соответственно у нее много там до однообразных каких-то иллюстраций хотя она развивается от книги книги все лучше и лучше но все равно да там у нее присутствует вот и лица портреты сюжетные естественно много цветов вот эти всякие мотыльки в особенности и а например чтобы не приедалась но будет скучно если я за месяц в каждой раскраске до по мотыльку какому-нибудь раскрашено это вообще поэтому я так буду стараться по порядку но если захочется то и не по порядку деревянка конечно классные но у них грифель такой довольно таки толстый и не все элементы удобно раскрашивать но все равно я очень полюбила их они конечно по качеству очень кайфовые не но можно наточить но я знаете я не очень хочу под по бестолковщине их стачивать но реально обидно тут даже дело не в их допустим стоимость а в целом зачем хороший материал переводить я лучше как-то там приспособлюсь если где-то что-то заеду за края я как бы сотру потом ластиком ничего страшного плюс будет скорее всего фон от все можно обыграть конечно это не совсем правильно но ничего страшно потом при желании просто может быть в конце месяца раскрашу уже саму девушку наверное это видео тоже у меня будет такое без скорости буду раскрашивать не буду ставить на скорость с озвучкой пока так но это будет так не всегда у меня вообще будет сейчас постоянно что-то меняться буду чередовать по-разному снимать и чтоб самой под настроение его разнообразие ну вот на данный момент мне пару-тройку видео хочется вот в таком вот формате снять как вариант но это конечно вот из всех раскрасок ханны это по моему вот ну что у меня есть это конечно самое классное как мне кажется но на мой вкус я прям очень-очень рада что она у меня появилась прогресс тут у нее конечно очень явный классно когда автор сохраняет свой стиль и при этом вот такие результаты прямо на знаете такая атмосферная очень атмосферная и на любое время года создает и настроение и вот этот вот уют счета здесь у меня оранжевого маловато сейчас добавлю немного мне прям сейчас еще хочется вообще карандашами раскрашивать акварелью вот что-то сюжетненькое такое вообще по факту мне хочется вот это или то там еще есть одна очень уютная вам впереди иллюстрация ну до нее тоже дойдем время я так предполагаю будет много больше снимать значит буду тем более формат 3 видео за день я уже опробовала он вполне себе зашел по факту тот же творческий день только разделенные на несколько частей мне было интересно как она пойдет не пойдет я рада что пошло возможно что то еще придумаю потому что задумки вообще они как бы есть на самом деле но надо как-то это все объединить в одну такую хорошую идею так я даже в камеру не посмотрела как она а то может быть вам было плохо видно ладно если что там придется смонтировать конечно не хотелось бы сегодня но как получится мне вообще почему там такое сейчас уже зимнее настроение я даже вчера когда у нас утром был снег а потом растаял пошел дождик я почему-то даже немножко расстроилась для меня это тоже новое ощущение что раньше я радовалась а сейчас я почему-то даже чуток расстроилась не но это естественно потому что знаете когда такая теплая осень или даже прохладная допустим без дождя или с мелким мелким дождиком это так классно и а сейчас уже конечно все больше превращается в сырость в откровенную сырость ветер бывает и тут уже холодно конечно и главное грязно то есть вышла на улицу не успела пройти говоря из 100 метров а уже какие-то брызги появились я еще удивлялась думаю из-за чего у меня так штаны спортивные ну вообще штаны пачкаются прямо внизу брызги причем я допустим иду смотрю у других людей они как бы нормальные при этом я человек аккуратный а на улице да у всех разные то есть одинаковые условия идем допустим дождик слякоть и грязь а оказалось что это мы так поговорили с одной моей ученицы она ведь что это в принципе я еще думала может быть от походки зависит потому что у меня достаточно балетная походка такая ну как достаточно балетная может быть думаю от этого как-то зависит она говорит что в основном это зависит от обуви и правда вот например а в своих беговых кроссовках которых я большую часть все лето там хожу и тому подобное мне такого нет то есть редко какие брызги попадают а вот зимние тоже декатлоновские но зимние ботинки все брызги очень очень быстро то есть сами ботинки мне нравится вот такой вот эффект это к сожалению конечно напрягает понятно что костюм спортивные у меня не один но и постирать ты не проблема но когда ты еще не успела погулять а уже грязная поросенок приятного мало я еще вчера как-то выскочила из дома очень спешила и не заправила штаны в ботинке но не то что не заправила но у меня еще и носки были такие короткие под летние кроссовки и я заметил аж брызги на ноги попадают сейчас я достала раскраску марии тролли дивная луна это прям знаете сегодня как день такой противоположности одна новая раскраска ну пусть уже не совсем новая да но тем не менее от ханны карлсон где у автора огромный такой прогресс и мария тролли дивная луна где не то что нет прогресса все назад откатилась ну ладно откатилась и откатилась в любом случае покупайте раскраску мне никто не заставлял это был же мой выбор так ну я ее начала то что по порядку но поскольку лица я раскрашивать не люблю а у меня и так получается в этом месяце достаточно лиц я решила что наверное я раскрашу вот эту иллюстрацию а уже потом в следующем месяце ну а может быть и в этом если мне захочется я тогда раскрашу уже и вот это не знаю конечно бумага здесь может быть все таки использовать детскую акварель и вместо magic of вот здесь но что-то я наверное не рискну потому что детская акварель и она конечно не протекает в основном нигде но чтобы сделать дерево ну фактуру дерево конечно нужно лить побольше воды и будет обидно испортить здесь потому что здесь наверняка будет фон я почему наверняка не факт может быть я здесь вообще гуашью фон сделаю такой вариант тоже вполне себе возможен вот я сейчас так как-то в раздумьях хотя в теории у меня вообще здесь как бы акварель напрашивается нет но не исключено вот я сейчас так сейчас я подумаю решусь на что-то а может быть надо и рискнуть один раз попробовать сейчас я сменю воду потому что у меня тут она стоит с прошлого раза надо ее сменить и тогда можно будет по раскрашивать так взяла все поставила что-то мне захотелось поставить вот эту баночку на самом деле у меня вот таких стаканчиков несколько то есть вот этот у меня как бы двойной что очень удобно и плюс у меня два одинарных один на балконе другой на кухне то есть это там где я в большинстве случаев раскрашиваю но он как бы один у меня кочует между балконом и гостевой комнаты и один у меня стоит в этом на кухне так вот я уже капнула воды ну ладно поэтому в теории я могла бы взять еще одну не проливайку но мне почему-то захотелось взять вот такую баночку это я наверное здесь уже буду начисто скорее всего я побрызгала краски ну что тогда приступим вот это я сюда поставлю так где моя губка она вот здесь у меня теперь надо вспомнить я же по моему вот этим цветом делала такие прожилки да что-то стремная затея конечно ладно испорчу испорчу это не трагедия в конце концов значит что у меня здесь еще было по моему меня вот этот был цвет господи деревья разные бывают и зеленцой такое чем что только не бывает попробуем но вообще конечно уже видно что не лучшая затея потому что да не но это еще не факт что протекло то есть это еще ничего не значит это может просто просвечивать а когда высохнет будет нормально скорее даже так там тоже можно так дать вообще если вот здесь вот можно сделать будет гуашью да и весь лист если что гуашь использовать но могло бы быть поинтереснее может быть в два захода попробовать высохнет не хватит еще можно дать один слой конечно я очень удивляюсь нашим издательством вот по моему к нам если прислушиваются то крайне редко а в целом раскраска стоит недешево по факту без всяких если скидок даже российское издание и могли бы хоть односторонние сделать это при том что да у нас как-то повышается план когда у многих хочется чего-то большего больших результатов и вот вот такое немножко еще за кадром по раскрашивала так ну в общем то по моему мне кажется что все-таки когда высохнет следов не будет и в теории когда там под прессом все это дело постоит но у меня в данном случае пресс естественная на книжной полке потому что там где раскраски у меня именно предназначенные на месяц в конце месяца там вообще как бы место даже не хватает и книги очень-очень плотно стоят на этой полке и в общем-то нормально получается раз разгладить все естественным образом так здесь у меня что-то желтого не хватает хотя я вообще выбрала какой-то такой бледно-желтый ну вот как-то так ладно результаты я вам покажу в конце месяца если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео мой инстаграм три семерки рыжие три восьмерки под видео вы найдете разные интересные ссылки благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока